МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Ирина Плеско. Смотрите в выпуске. Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Сургут. Глава региона вручила 10-тысячный материнский сертификат и побывала в гостях у жителей поселка Юность. В Сургуте продолжаются мероприятия, посвященные 25-летию ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 126 ветеранам торжественно вручили памятные знаки. Четверть века на сцене Сургутский клуб авторской песни отмечает свой юбилей. Наталья Комарова посетила Сургут с рабочим визитом. Глава региона побывала в поселке Юность. А именно в гостях у Ольги Остапчук. К ней она обещала приехать во время видеоконференции губернатора с жителями Югры. Я просто сразу, конечно, не поверила. Но я думала, так поговорили и забыли. Ну, конечно, очень рада, что она отреагировала. Радоваться действительно было чему. Все обращения Ольги Остапчук в местные органы самоуправления остались без ответа. Проблемы с жильем, а их предостаточно, так и не решились. Дом, в котором живет Ольга с 2003 года, состоит в реестре непригодного жилья. Но в список на снос в 2010 и 2011 году дом не попал. Сказали, что у нас еще очень даже нормальное жилье. Когда пол проваливается, и крыша течет, и все цветет. Ежегодно дом оседает, подвал постоянно затапливает. В комнатах из-за сырости растет грибок. И, как оказалось, это только начало. Показать губернатору Ольга была готова все в доме. Шкаф у нас не закрывается из-за перекоса стен и полов. То есть тут уже нет смысла даже что-то выравнивать. И подкладывали уже, и подставляли. Обратите внимание, какой цвет у нас вода, и как мне нужно мысливать все. То есть цвет ужасный. И так же самое и на запах, она и жирная, и грязная. То есть невозможно ее употреблять никогда. Недовольна происходящим и мама Ольги, Лариса Седлецкая. Для Натальи Комаровой у нее было несколько вопросов. В том числе и самые наболевшие. Сейчас мы все увидели наши условия жизни. И хотелось бы, чтобы сделали вывод. Я не знаю кто, администрация, наверное. За что мы платим такие деньги. Картплата почти 6 тысяч. Как решатся вопросы жителей номер 11 по улице 60 лет октября станет известно скоро. Губернатор пообещала взять проблемный участок под свой личный контроль. Рамиль Нуриев, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Жители поселка рассказали о трудностях с расселением с подлежащего сносу жилья. О проблемах с благоустройством территории. Пожаловались на то, что уже более 15 лет им ежегодно обещают переселение из ветхого и аварийного жилья. Но процесс происходит крайне медленно. В поселке Юность города Сургута в 28 балках проживает 89 человек. Хантыбансийский округ – один из лидеров по рождаемости в России. По предварительным данным Всероссийской переписи населения по этому показателю Югра на третьем месте в стране. В Сургуте губернатор Югры Наталья Комарова вручила семье Полевщиковых 10-тысячный материнский сертификат. Вместе с губернатором сургутскую чету посетил и глава города Дмитрий Попов. В центре внимания, конечно же, был маленький Кирилл – двухмесячный сын Натальи Полевщиковой. Во-первых, это, конечно, неожиданно, что нас так вот решили поздравить Наталью Комарова, то есть Наталья Владимировна. А во-вторых, это очень приятно, когда такое внимание. А вот и, в принципе, сертификат – это очень хорошее дело. Я думаю, что любая мама была бы рада. Около двух тысяч сургутянок уже распорядились средствами материнского капитала. В основном деньги используют для решения жилищных проблем. Сейчас сумма выплаты составляет 365 698 рублей. Материнский капитал – это господдержка тех родителей, которые имеют более чем одного ребенка. Получить сертификат можно только один раз. Программа действует с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016. То есть второй или последующий ребенок должен родиться именно в этот период. Использовать материнский капитал разрешается на накопительную часть пенсии мамы, на образование детей или улучшение жилищных условий семьи. Всего пять мамочек у нас использовались средства материнского капитала на накопительную часть своей пенсии. Здесь, что нужно отметить, эти средства могут быть отозваны и распределены на другие цели. Перераспределить деньги можно один раз в год в определенные сроки. Если использовать материнский капитал в качестве накопительной части пенсии, необходимо помнить, что он индексироваться не будет. Начинают работать другие финансовые механизмы. Еще немножечко нужно сказать о расходовании средств материнского капитала на обучение детей. Таких у нас было 19 заявлений. Договор на обучение должен быть заключен именно тоже с обладателем сертификата. Выплаты можно делать по частям в течение нескольких лет или единовременно. Все зависит от ситуации. Эти два направления предполагают, что ребенку, который дал право на сертификат, уже исполнилось три года. Самое востребованное на сегодняшний день у нас это улучшение жилищных условий. Общее правило распоряжения средствами материнского капитала следующее – это приобретение либо строительство жилого помещения любым законным способом. За время существования программы возможности улучшить условия проживания постоянно расширялись. Последние изменения произошли в июне 2010 года. Появилось новое направление – это строительство либо реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства. Здесь есть ряд моментов, которые, скажем, отличаются от приобретения в виде покупки жилья. В этом случае необходимо иметь документы на землю и разрешение на строительство. Тогда семья сможет получить половину причитающейся ей суммы. Если через шесть месяцев поступают подтверждения о том, что деньги расходуются по назначению, переводится оставшаяся часть средств. Более подробную информацию можно получить только у специалистов пенсионного фонда. При этом необходимо помнить – все предложения обналичить материнский капитал являются незаконными. Галина Кокоткина, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Компьютерный ликбез в Сургуте. Сегодня стартовал проект преодоления цифрового неравенства Беринг. В рамках проекта сургутяне смогут получить базовые знания по пользованию персональным компьютером. В первую группу записалось 15 человек. За 20 часов их научат пользоваться основными программами и интернетом. Курсы проводят бесплатно. По расчетам организаторов, за два года компьютерный ликбез пройдут более 7 тысяч сургутян. Сегодня на повестке дня стоит вопрос перевода всех услуг бюджетных, услуг муниципальных в электронную форму. Вот сегодня стартовал проект записи в очередь, например, в детские сады через интернет, через сайт. Уже сегодня не нужно обязательно приходить, записываться в очередь с утра в управление дошкольных учреждений. В конференц-зале Тюмени Энерго прошло торжественное награждение ветеранов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 126 ветеранов-ликвидаторов получили памятные знаки от Сургутской городской общественной организации «Ветераны Чернобыля». Организации в этом году исполняется 20 лет. Тогда в нее входило более тысячи человек, пострадавших от радиации. Теперь их осталось лишь чуть более 300. Для оставшихся забота крайне необходима. В целях одна заслуженно наградить ветеранов Чернобыля, тех, которые реально участвовали в ликвидации аварии на 4-м энергоблоке. Работали и военные резервисты, и кадровые военные, и добровольцы. Многие специалисты, многие специальности. После аварии на Чернобыльской АЭС в СССР создали Министерство по чрезвычайным ситуациям. На основе опыта работы ликвидаторов-первопроходцев были сформулированы основные постулаты по оперативной ликвидации последствий аварии на атомных объектах. 25 лет назад чернобыльцы работали вслепую. Самопоржествование и мужество. Потому что там никто не заставлял. Шли и делали, знали надо. Получали дозы. Каждый день мы получали дозы и знали какие. Решались потом, что в первую очередь убирать, что-то можно оставить, что-то в первую очередь хоронить, на могильнике вытаскивать. Или что-то можно помыть, где-то еще пусть поработает в зоне. В Сургутском краеведческом музее общественной организации ветераны Чернобыля открыло фотовыставку, посвященную 25-летию ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Выставка «Чернобыль. Припять. 1986. Дни испытаний». Это дань памяти заслугам ликвидаторов аварии в Чернобыле. Бесспорно, тот подвиг, который они совершили, спасает жизни многих и многих людей. Ведь авария была настолько страшна, что никто не мог себе представить последствия этой аварии. И вот они, рискуя своей жизнью, рискуя своим здоровьем, первыми пришли на ликвидацию. И во многом ценой своего здоровья и своих жизней они спасли мир от еще больших последствий этой аварии. Здесь представлен фоторяд, иллюстрирующий саму аварию, ликвидацию, последствия аварии. И, естественно, деятельность организации ветераны Чернобыля. Дело в том, что она в этом году отмечает 20-летие. На выставке более 200 работ. Причем здесь не только фотографии. Особое внимание к иконе «Чернобыльский спас». Ее создал иконописец Владислав Горецкий с благословения митрополита Киевского и всей Украины. Сейчас это главная святыня всех чернобыльцев. Сегодняшние события – это очень важное, потому что много лет не было той информации, донесено даже подрастающим поколениям. Закрыта была информация. А ведь и у детей, мои родные, близкие, даже в школах многие спрашивают. Теперь есть возможность, чем им ответить и показать наглядно. И герои, самые главные герои, которые спасли жизни тех, кто еще не пострадал от радиации. А если бы они не построили купол, то многие люди бы другие еще заразились радиацией. Чернобыльцы вручили памятные грамоты тем, кто регулярно оказывает им поддержку. Отметили общественные организации, представители администрации города, здравоохранение. 23 апреля в 11 часов у памятной стелы в сквере памяти чернобыльцам пройдет митинг, посвященный 25-летию ликвидации аварии на АЭС. Рамиль Нуриев, Андрей Булатов, Сургут Интерновости. В Доме журналистов имени Зубарева прошла встреча с представителями городской организации ветераны Чернобыля. Заявленная беседа за кружкой чая превратилась в настоящую дискуссию. Тема спора – масштаб катастрофы на Фокусиме-1. По словам ветеранов, авария на японской АЭС не настолько глобальна по сравнению с чернобыльским происшествием. Затронули на встрече и вопрос эксплуатации Чернобыля как туристического оазиса. Попытка извлечь коммерческую прибыль небезопасна. Я не советую людям ехать туда. Лучше иметь информацию ту, которая есть по телевидению, радиовещанию, книжные варианты и так дальше. Спокойного там ничего нет и быть не может в ближайшие 24 тысячи с лишним лет. Потому что те места, они не исчезли из земли, они там находятся. Значит, фон остается повышенным, зона заражена. Сургутский клуб авторской песни отмечает свой 25-летний юбилей. На протяжении всех этих лет участники коллектива радовали зрителей своими композициями и известными песнями из репертуара Булата Куджавы или Андрея Вознесенского. На концерте по заявкам побывала Елизавета Саенко. На несколько часов зал в Сургу превратился в импровизированную радиостудию. На концерт по заявкам собрались около 30 исполнителей. За эти четверть века было многое. Первые концерты, популярность и временное затишье. Но не менялось одно – любовь к песне. Иронической, лирической, а порой и бунтующей. Что для вас воздух? Что для вас хлеб? Что для вас вода? Мне кажется, песня тоже относится к каким-то духовным основам человека, без чего человек либо больной духовно, либо не больной. По традиции на отчетный концерт приехали гости из других городов. Первая заявка – на сцене коллектив из Санкт-Петербурга «Фима». Исполнителей – Василий Филин и Сергей Майданов. «Где горя нет и печали, Где только песни встречаю, Не провожаю совсем». Из тысячи песен, и ты их поешь, и ты за ночь не успеваешь пропеть, Ну, какие-то, несколько любимых песен за ночь пропел. Десяток Акуджао, десяток Висбора, десяток Слодского, десяток Митяева. Поем просто авторам песни, которые нам нравятся. Их невозможно одну даже выделить. Многие исполнители приходили и уходили. Тем не менее, крепкая дружба сохранилась и по сей день. Нина Блюмшан Нина Блюмшан несколько лет назад уехала из России в Германию. Она стояла у истоков создания клуба. По словам Барда, поначалу переживала, что такой авторской песни, как в России, в другом государстве не будет. Но... Там очень сильный пласт авторской песни, именно в Германии. В других странах этого меньше или вообще нет. А в Германии проводятся фестивали авторской песни, концерты. Я очень много езжу, много концертирую там. На протяжении всех этих лет нога в ногу с сургутскими бардами шагали их преданные поклонники. Организаторы подарили сургутянам вечер в компании с хорошей песней. Успехов, удачи. Новых и новых песен. Здоровья и успехов в дальнейшем процветании клуба. Также нас радовать такими же хорошими песнями, таким же задором. Елизавета Саянко, Евгений Истратов, Сургут Интерновости. В минувшее воскресенье православные верующие отметили один из важнейших церковных праздников – вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье. В этом году дата совпала у всех христианских конфессий – православных, католиков и некоторых протестантов. Тысячи сургутян в течение всего дня посещали городские храмы, чтобы осветить ветки вербы. Прихожане храма святителя Луки, расположенного на территории травматологического центра, также смогли приобщиться к этому священному таинству. Среди гостей – пациенты, сотрудники травматологии и жители микрорайона. Рядом церковь с работой, конечно, это очень хорошо и больным, и нам. Надо большую церковь, маленькая церковь. В нашем храме – это первое освящение вербочек, потому что храм всего с 4 сентября прошлого года освящен нашим владыкой Дмитрием. Но вот на этой площади мы уже не один раз освящали куличи и яйца, уже проводили Пасху. Надеемся, что в скором времени в нашем храме появится постоянный батюшка, который здесь нужен круглосуточно. Сегодня у православных верующих началась Страстная Седмица. Это последняя неделя перед праздником Пасхи, в которой чтут память об Иисусе Христе, принявшем муки на кресте во имя спасения всего человечества. В эти дни все верующие люди соблюдают вселесную и духовную чистоту. Поэтому Страстная Седмица Великого Поста по-иному называется «Чистой недели». В церквях не проводятся обряды крещения, венчания и поминания, не празднуются Дни Святых. Каждые 7 дней «Чистой недели» имеет свою особенность и важность. Во вторник и среду баскетбольный клуб «Университет Югра» проведет последние матчи регулярного чемпионата России среди команд Суперлиги. Подопечные Сергея Ольхова примут коллектив из Рязани, замыкающий восьмерку сильнейших. Судьба первого места может решиться уже в среду. Для этого сургутянам нужно выиграть обе встречи и надеяться, что приморский «Спартак» отберет очки у лидера «Роскона» Мордовии и Саранска. Тогда университет займет первое место и получит преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф. Баскетбольная команда Сургутского государственного университета, по сути являющаяся фарм-клубом университета Югры, выступающего в Российской Суперлиге, стала чемпионом Уральского федерального округа среди студенческих сборных. Северяне по сумме двух матчей обыграли в финале конференции «Урфо» команду из Екатеринбурга. Подробности у Дмитрия Круковца. В первой встрече в Екатеринбурге сургутянам пришлось нелегко. Более 500 болельщиков, почти небывалый эншлаг на студенческих играх, домашнее судейство, высокие ставки. Несмотря на это, в столице Урала победу с разницей в 11 очков праздновал Сургут. В этом году фаворит команда Сургута, по сути она является дублирующей командой, основной командой университета Югра. Я в душе верил, что может быть какое-то спортивное счастье нам соблаговолит, но этого не произошло. Может и правильно, потому что все должно быть по-спортивному. В спорте все должно быть по-спортивному. Проиграв домашний матч, сборная Уральского федерального университета шансы на первое место не потеряла. Для этого надо было брать реванш в Сургуте, выигрывая с разницей не менее чем в 12 очков. Вот только начало встречи команда из Екатеринбурга провалила. Активный прессинг и жесткая игра сургутян в защите поставили в тупик команду гостей. После первой четверти уральцам необходимо было отыгрывать уже не 11, а 25 очков. Если изучить статистику, мы не попали в порядка 30 штрафных и 0 трехочковых за игру. То есть с такими показателями, конечно же, не выигрывают. В дальнейшем отрыв сургутян только рос. Гости постоянно спорили с судьями, выясняли отношения с оппонентами и болельщиками, прекрасно понимая, что финал Уральского округа – их последний матч в этом сезоне. Итоговый счет 83-58 в пользу Сургу. Уже на этой неделе сургутяне отправятся на берега Волги в гости к команде Саратовского государственного социально-экономического университета, чемпиону конференции Приволжского федерального округа. Дмитрий Круховец, Денис Кочнев, Сургут Интерновости. В завершении выпуска Наталья Яркова познакомит вас с прогнозом погоды. А я прощаюсь. Всего доброго. Стартует акция «100 евро» с 1 апреля. Сделай покупку на 4 тысячи рублей и получи купон на 100 евро в подарок. Подробности в салонах мужской одежды «Китрой». Мы там, где создается инфраструктура. Мы там, где закладывается фундамент. Мы там, где растут этажи. Мы видим экономику изнутри и знаем, что каждому товару нужен покупатель. Поэтому мы сделали кредит на приобретение жилья доступнее. «Газпромбанк». В масштабах страны, в интересах каждого. Радио «Маяк Югра». Телерадиокомпания «Сургут Интерновости». На одной волне с вами. 107,9 ФМ. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей. Телефон 35-8282. И о погоде на 19 апреля в студии Натальи Яркова. В предстоящие сутки обширная область пониженного атмосферного давления будет оказывать влияние на формирование погоды в Западной Сибири. В регионе сохранится значительная облачность, местами пройдут дожди. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, временами дождь. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 10. Утром преимущественно облачно, небольшой дождь. На столбиках термометров около 9 градусов тепла. Днем облачно, с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура плюс 11, плюс 16. Карапуз. Самый удобный магазин для детей и их родителей. Смотрите сами. Детские автокресла, коляски, электромобили, велосипеды и многое другое. Самые удачные для комфортных прогулок коляски-трость. Компактные, легкие, маневренные. И цена привлекательная. Сеть магазинов Карапуз. Все лучшее детям. 19 апреля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление немного понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба. Фабрика Комфорта – одна из ведущих фирм по производству и продаже встроенной и корпусной мебели в Сургуте и Ханты-Мансийском округе. Мы выполним для вас заказ любой сложности и на все запросы. Современные кухни, шкафы-купе, гардеробные, детские, библиотечные шкафы, мебель для гостиниц и офисов. Крашенное стекло, фото-печать на дверях шкафов и повторимые рисунки на стекле и зеркале с использованием немецкой и итальянской фурнитуры. После монтажа предусмотрена обязательная профессиональная уборка. Позвоните, замеры вам сделают бесплатно. Фабрика Комфорта. Живите с комфортом! Фабрика Комфорта предоставляет дополнительные скидки. Живите красиво! Я желаю вам удачи, будьте здоровы, до свидания!